Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, я хочу пригласить вас в очередное интереснейшее, захватывающее путешествие под названием «Летняя туника» или «Вечернее платье». Это начало проекта. Я покажу, что я уже связала, расскажу, что я хочу связать, как продолжить свой проект дальше, о некоторых тонкостях и нюансах и приглашаю вас присоединиться к этому красивейшему проекту. Поверьте на слово, эта туника будет просто уникальной. Это будет туника-трансформер. В общем, не пожалеете. И не забывайте, что для вас сейчас и всегда, наверное, действует 10% скидка в интернет-магазине «Мир вышивки», «Мир крестика». Вводите в поле при заказе, где нужно ввести промокод «Мою фамилию» Ситникова и получайте дополнительную скидку в этом магазине. Повторюсь, что там еще есть скидка для вас за заказ от магазина, в которой будет приплюсована дополнительная скидка еще в 10% с промокодом Ситникова. Итак, эти ниточки мне предоставил этот замечательный, очень щедрый магазин «Мир вышивки». И вот я начала вязать новый проект. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за ваши комментарии к прошлому видео. Вы все мне давали советы, что же мне вязать. Мнения разделились. Кто-то говорил, вяжи сначала белый пушистый пуловер из кидмахера, тоже из этого магазина вышивки. «Мир вышивки» – это ниточки «Софт Дрим». Кто-то говорил, вяжи тунику, потому что лето. Мои хорошие, выбор сделан. Я решила, что я первую начну вязать тунику. Действительно, лето проходит, нужно пользоваться моментом и нужно успеть ее, как говорится, выгулять. Поэтому я приступила вязать тунику. Но хочу сказать, что вяжется она очень быстро. Я думаю, что за недельки-три, как раз до начала своего отпуска, я ее свяжу. И потом уже, наверное, фотосессию сделаем уже на берегу водохранилища. Мы едем с моим любимым пансионатом Кривск, называется это Псковская область. И там есть шикарное Псковское водохранилище. И вот есть пляж. В общем, я постараюсь для вас продемонстрировать этот красивейший проект уже, наверное, с берегов этого водохранилища. Итак, мои хорошие, давайте определимся с размерами. Мастер-класс, кстати, по этому рисунку есть на канале. Уже все есть. Открывайте и приступайте вязать. Во-первых, зайдите в этот магазин Мир Вышивки. Посмотрите, какая же там богатая палитра именно вот этих вот ниточек Коко. Итак, я напомню, что у меня оттенок 38-79. Если не найдете этот оттенок в Мире Вышивки, не расстраивайтесь. Там громаднейший выбор. Палитра просто богатейшая. И бирюза, и светлый голубой, и белый, и зеленый, и желтый. В общем, очень хороший выбор на любые вкусы. Выбирайте, как говорится, есть где разогнаться. Теперь, по узору я сказала, схема есть во вкладке в сообществе. Вот она, эта схема. Единственное, что хочу сказать. Я бы провязала гораздо больше. Мне пришлось распустить даже больше вот этого сегмента, который я провязала вверх. Вот здесь три вот этих веерочка. Потому что я пропустила один ряд. Рисунок на самом деле очень простой. Но я хочу вам как бы сделать небольшое напутствие. Учитесь на моих ошибках. Какая ошибка у меня была допущена. Смотрите, когда мы вяжем веерочек, следующим рядом идет ряд обвязки. Это везде. То есть веерочек, потом ряд воздушек. Веерочек, ряд воздушек. И вот в каком-то сегменте, между какими-то веерочками, я пропустила вот этот ряд воздушек. И уже следующий веерочек просто цеплялась вот сюда, на ряд ниже. То есть не упустите вот этот момент. Запомните, что чередование идет веерочков, обвязка, веерочки, обвязка. Вот, как бы делаю акцент на этом. И все у нас получится. Посмотрите, какая прелесть, какая красота. Теперь давайте по размерам. Уже как-то были комментарии, когда я, ну как бы, планировала только вязать. И говорила, какой размер я бы сделала. Потому что тот размер, который в источнике, меня он несколько удивил. Там очень маленький. Ну ладно, короче говоря, как говорится. У меня, смотрите, что получается. У меня идет два рапорта вот этих веерочков с одной стороны. Потом идет вот эта вставка, которая пойдет вверх. И потом на скос пойдет с V-образным вырезом. И идут, естественно, два сегмента вот этих веерочков по другую сторону. Всего у меня вот здесь 140 петель. Это, может, 140-141. Мой вам совет, мои хорошие. В крючке всегда можно сделать петли с запасом. Это не спицы. В спицах там нужна точность при наборе петель. Потому что лишнее вы никуда не денете. И если будете делать убавки, это будет некрасиво. В крючке есть такая возможность. Набрать количество петель больше, нежели требуется. А вот этот потом хвостик, вы его распустите. Или отрежете, или даже он может уйти в обвязку. Я планирую здесь, это вот низ изделия. Будет идти красивая обвязочка. Поэтому я вообще не переживаю по этому поводу. И не расстраиваюсь, когда начинаю вязать, что у меня не хватит петель. Вот 140 петель и где-то 10, или даже больше, я набрала с запасом. Сделайте тоже так. Рекомендую. Вы просто... Ну, у вас будет свободное, легкое вязание. Безо всякого страха, что вы где-то ошибетесь, и вам не хватит петель. Лучше их убрать, как говорится. Ну, во всяком случае, я делаю так всегда. Теперь по размерам. Значит, 140 петель, это приблизительно. Потому что раппорт узора составляет 21 петля. Это вот эти вот сегменты. Значит, что здесь у меня? 5 петелек столбиков. Вот, видите, 5 их. 5 петель столбики с одним накидом. И вот эта красивая обвязка. Это вот эта вот галочка получается. Ну, что здесь? Одна петля получается дополнительно. Потому что из одной мы потом делаем две. А вот здесь, по этой вставке, у меня получилось 21 петля сюда. Потом петля воздушная между вот этими. Вот между этой мережкой. Что это за мережка, я чуть-чуть расскажу позже. И, соответственно, 21 петля вот сюда. Это вот эта вставка, которая будет идти по тунике вверх. Что по размерам? По размерам, конечно же, вы смотрите по своему размеру. У меня обхват бедер 112 сантиметров. Вот. И вот это расстояние я померила. Поверьте на слово. Сейчас не буду. Да, хотя могу положить сейчас сантиметр. Посмотрите. Вот показываю вам конец. 64 сантиметра. То есть, моя туника 64 сантиметра. Это снизу. Туника будет вязаться с разрезами. Специально я сделала вот здесь вот эти вот столбики с одним накидом. Чтобы, ну, так скажем, плотность увеличить. Потому что это линия разреза. Которая будет идти там, посмотрим, ну, какой вы разрез хотите. Я хочу сделать побольше. Сантиметров 25-30 эти разрезы будут по бокам. И потом это также пойдет вязаться вверх вплоть до линии проймы. Там будет рукав. Вот, значит, такой у меня размер. Если у вас размер, ну, как бы вам много, 64 сантиметра. А как нам сделать так, чтобы рапорты у нас уложились и сделать вот эту вставочку. Значит, варьируйте вот здесь. То есть, ваша ставка может быть немножко уже. То есть, у меня вставка, давайте вот сейчас померяем. Сколько получается? Где-то 17,5 сантиметров, да? Сделайте эту вставочку уже, чтобы попасть в ваш размер. Потому что, если вы добавите сегмент вот сюда или уберете, да? То есть, мы не можем убрать так много. 21 петля это все-таки много. Поэтому я вам советую вот здесь вот поварировать, убрать столбики или добавить, смотря какой у вас размер. Так, об этом сказала. Не смотрите, это я просто для красоты посмотрела, положила. Это тот образец, который мы вязали, когда я показывала вам мастер-класс. Когда я еще не знала о магазине Мир Вышивки. В общем, у меня был один моточек вот этой вот пряжи. И я вам показывала и хотела что-то из этого сделать. Теперь, что вот это за дырочки, девочки? А это будет такая небольшая завлекаловка. В эти дырочки либо будет проходить тамбурный шоу, либо я придумаю какую-то полоску. Может быть, они даже закроются. Может быть, эта туника будет в каком-то этническом стиле. Контрастная, допустим, здесь будет идти вот такая лента с... Как сказать, как это сейчас модно? Бубенчики вот эти, да? Может быть, по одной стороне и под рукой. Может быть, по центру будут такие колокольчики. Может быть, я свяжу какие-то контрастные круги между ними там цепочка из воздушных петель. Пока вот насчет этого я не знаю. И даже не знаю название туники, потому что в каком стиле она будет. В общем, пока вот родилась такая идея туника. И я вот решила вот эту сделать мережку. А может быть, это мережка. Туда будет продеваться шнур. И ваша туника с легкостью превратится, может быть, в тунику покороче или еще что-то. Ну, в общем, я сделала вот эти вот дырочки, так скажем, с расчетом, что моя фантазия разыграется. И я что-то здесь придумаю очень-очень красивое. С контрастной ниточкой. Сейчас вот покажу. Посмотрите, какое богатство, какая прелесть. Вот в эти дырочки можно связать вот эту красивую вставочку, которая будет продеваться. Или которая просто потом пришьется, если это будет этнический стиль. А может быть, я на Али закажу. Есть такие полоски уже готовые с бубенчиками. Там их громаднейший выбор. В общем, я пока, честно говоря, не решила. Если вы полагаетесь на мою фантазию, можете сделать вот эти дырочки. Если вам это не подходит, тогда просто вяжем столбики с одним накидом, как по задумке, как по картинке. И потом будем делать V-образный вырез горловины. Вот эти столбики будем сужать, чтобы получить этот V-образный вырез. Теперь по размерам. Почему здесь 21 петля и здесь 21 петля? Девочки, все продумала наперед. Я еще даже не знаю, как у меня будет выглядеть спинка. То есть, будут ли по спинке вот эти вот столбики с одним накидом. Может быть, я решу связать спинку просто ажурную. И чтобы попасть в размер, мы знаем, что вот здесь 21 петля. Вот здесь. Я просто легко вставлю сюда ажур. И у меня спинка будет такого же размера, как и перед. Так что имейте в виду, что вот это вот расстояние, это не просто так, эти петли. Это потом, если, как говорится, какая мысля придет в голову, чтобы легко было вставить ажур и не вязать вот эту вот спинку со столбиками с накидом. Вот такие задумки. Теперь, что еще? Пока вяжем, я, конечно же, буду снимать видео о своих процессах. Пока вяжем до линии разреза. Дальше я прикину на себя и подумаю, сделать эту тунику просто прямой или, может быть, приталенной. И тогда немножко приталенной. Либо я поменяю крючок, чуть-чуть поменьше сделаю, чтобы ее приталить. Либо буду тогда варьировать уже вот здесь вот с этими столбиками немножко уменьшить. Ну, тогда мне придется вязать спинку тоже с этими столбиками. Потому что, если я здесь сужу, чтобы приталить платье и тунику, то мне такую же нужно будет и вязать спинку. Я тогда не смогу вставить вот здесь вот этот ажур. Все это же, конечно, впереди. Еще, так скажем, направление я задала. Но какое оно будет, наше путешествие с вами, это уже какую дорогу мы выберем дальше и какой дорогой пойдем. Конечно же, мы выберем самую увлекательную и самую красивейшую дорогу. Вот, мои хорошие. Теперь, в первом видео я говорила, что туник, как вязать эту тунику, я немножко изменила, вот так скажем, направление, свою дорогу. По поводу рукава. Я рукав буду вязать, ну, вот отсюда. То есть, он не будет, как я говорила, что мы дойдем до рукава, наберем вот сюда петли и одним полотном пойдем вязать. Нет. Я буду вязать рукава, уже цепляясь вот здесь. Потому что я, во-первых, хочу связать рукав тоже с вот такой вставкой и тоже по рукаву хочу вот сделать вот эту мережку, чтобы рукав тоже можно было как-то вот собрать. Допустим, нужен вам длинный рукав. Сделали, как бы расправили, да, шнурочек, да, и тоже будет меняться форма рукава. Естественно, на рукаве не будет такая широкая вот эта вставочка. Она будет приблизительно вот такой, как на разрезах, может быть, даже еще поменьше. То есть, два столбика с одной стороны с накидом и два с другой. И между ними вот эта вот дырочка, чтобы продеть кулиску и менять форму рукава. И как же эта туника... Ну, то есть, опять, опять моя любовь к трансформерам, чтобы можно как-то было менять образ этого платья-туники. Я уже показывала вам свои подклады и показывала черную комбинацию. Девочки, мои хорошие. Я уважаю мнение каждый из вас. Но поверьте, мы же все-все разные. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Была критика, что вот нельзя одевать черное белье. Ну, кто сказал, что нельзя? Ну, если мне так нравится, я буду это носить. И советую вам, что вот как бы разрушите эти стереотипы. Живите своим сердцем, своей душой так, как хочется вам. Так вот, по поводу этой комбинации. Я посмотрю, вот сюда именно черная комбинация, черный подклад. А теперь представьте, если связать к этому платью-тунике, уже платье-туника трансформер, красивенный широкий черный пояс, черный подклад. И ваше платье-туника с легкостью превратится просто в красивейшее вечернее платье. Тем более с таким вот V-образным вырезом. В общем, мои хорошие, у меня по поводу этой туники просто неимоверный полет фантазии, честно вам скажу. Я не знаю конечный результат. Может быть, я свяжу, вот как я говорила, в этническом стиле. Конечно же, тогда это будет только один вариант, уже без права на вечернее платье, если это будет этнический стиль. Но все-таки склоняюсь к более такому многофункциональному, многогранному формату, чтобы можно было эту платье-тунику носить и просто на купальник, и с подкладом, и еще, чтобы это было вечернее платье. Ну вот, пока такие у меня задумки, такие планы. Ниточка вяжется просто прекрасно, прекрасно. Я не нарадуюсь. Мягкая, она хорошо держит форму, она не линяет. Я там вот по описанию прочитала к этой ниточке. Я, правда, не стирала, но я верю описанию, и ниточка просто замечательная. Очень похожа, кстати, на Анну 16, вот, на вот эту вот ниточку. Вот это вот, у этой ниточки больше, как бы скажем, блеска, это более такая матовая, хотя блеск тоже присутствует. Ну вот, мои хорошие, поздравляю нас всех с таким красивейшим. Поверьте, будет очень красиво. Просто очень красиво, модно, в общем, элегантно. Это будет красивейший проект. Обещаю, присоединяйтесь. Все в магазин Мир Вышивки, за ниточками, и давайте творить чудеса. Ну а сейчас, мои хорошие, в конце этого ролика я постараюсь вставить небольшое, там, буквально на 5 минут, может быть, даже меньше, вставочку парка Кускова. Очень хочу поделиться своими впечатлениями об этом парке. Отдохните душой, посмотрите. Если у кого у вас есть красивые парки, там, лес, просто лужайки, неважно, где вы живете, в городе или в деревне, выбирайтесь на природу, дышите, заботьтесь о своем здоровье, побольше ходите, побольше двигайтесь, берите с собой вязание, где-то посидели, немножко совмещайте приятное с полезным. Не забывайте про себя, любимых, заботьтесь о себе, любите себя. А я вас тоже всех очень люблю. И до новых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok